Новая жизнь старого здания в одном из сельских поселений Ядринского района отремонтировали клуб. На второй день рождения пригласили нашу съемочную группу. Это больше, чем просто здание. Здесь бьется культурное сердце всего поселения. Реанимировать его помогла госпрограмма по модернизации сельских клубов. Теперь это Лопрокосинский культурно-досуговый центр. Здесь есть где заниматься, чем заниматься, где выступать и где выставлять лучшие работы. А главное, сухо, тепло и без риска, что старый прогнивший потолок рухнет на голову. Обновилось не только здание у местных артистов, теперь есть в чем блистать на сцене. Им купили новые костюмы и музыкальные инструменты. Ну а для самой сцены приобрели световое и музыкальное оборудование. Такому, пожалуй, позавидуют многие столичные учреждения. Кстати, есть здесь и свои звезды. Ансамбль Млату с поселения гордится с 1997 года. Ну а корреспондентов встречали не только песнями и танцами. Работники центра отмечают, именно творчество помогло попасть под программу модернизации. Их заметили и вот результат. Ремонтные работы у нас шли не один год. Но в этом, в прошлом, в 2013 году мы сумели закончить эти ремонтные работы благодаря поддержке местной администрации, районной администрации и спонсоров. Ну и всему народу. У нас население, вот как мы сколько лет здесь проводили ремонтные работы. И на сегодняшний день все время приходят, помогают, добрым словом помогают. Всего в Чувашии действует более 700 культурно-досуговых центров. Ежегодно модернизируется около 30 сельских клубов. В этом году работа по оснащению и ремонту таких центров продолжится. Средства выделяют федеральные и республиканские бюджеты. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Андрей Шоклев. Республика.